Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня я делаю обзор телефона FlyFenix IQ4410 Quad Silver В YouTube я в основном видел обзоры такого же телефона, только BlueGrey, по-моему, назывался его окраска меняется, а так ничего в целом не изменяется Итак, рассмотрим коробку Значит, она выглядит вот так, следующим образом Значит, на ней коротко написаны, значит, особенности То есть, Android OS, процессор, Quad-Core 1.2 ГГц Две сим-карты, 4.7 дисплей IPS LCD Полезные программы, Wi-Fi, GPS-навигация, 8 камер мегапикселей И беспроводное обновление ПО Также, с другой стороны, значит, уже поподробнее iOS Android 4.2 Jelly Bean Значит, точно называется название процессора MTK6589 Разрешение IPS дисплея также показано Ну и 4 ГГа, значит, ROM и 1 ГБ RAM Ну, 4 ГГа очень мало Плюс из 4 ГГов доступно только 1 ГБ пользователю Значит, ну, из плюсов 2 Мп фронтальная камера Очень неплохая 8-мегапиксельная сама камера Запись видео Full HD Bluetooth 4.0 GPS плюс A-GPS Аккумулятор 1800 мАч Micro SD-HC до 32 ГБ Ну и так далее Вот, значит, сама коробка Ну, я уже распаковывал ее Я уже пользовался, проверял, как работает и так далее Но сейчас я упаковал, протер, чтобы вы видели, как Значит, телефон вот так тянется за Хвостик достается Вот в таком вот упаковочке Вот так вот он выглядит Вот это стекло сверху Никакой информации Как видите, телефон Silver Как я уже говорил Я везде в Ютубе видел именно обзор Blue Gray, по-моему, вот так называется Сразу же постараюсь хорошо заснять Как с другой стороны выглядит пад железо Вот, сейчас стало получше видно Значит, вот такое Сама крышка гладкая, гладкая Но вот такой эффект Как будто на железной крышке Нанесены прямые вот такие тиснения Много прямых полос И достаточно очень, как бы, качественно выглядит То есть Но если посмотреть сбоку Вот здесь уже тиснений нету То есть вот этот пластик сам Сбоку он уже выглядит, как бы, не так презентабельно Значит, что мне Так как этот телефон ничем не отличается от Самого Blue Gray Характеристики и производительности вы можете Посмотреть в интернете Я бы хотел рассказать про Значит, про то, что я заметил Значит, в этом телефоне Именно То, что мне показалось в нём Плюсы и минусы Ну, во-первых, из плюсов Это, как видите, он очень тонкий Он просто удивил меня Своей, как бы, толщиной это 7,8 мм, по-моему Но очень-очень мало Как бы дисплей Достаточно Немаленький Значит Фронтальная камера 2 мегапикселя С возможностью съёмки Full HD Значит, пока отложу Поговорю про Что там положено Но ничего особенного Я уже доставал Поэтому вид не совсем товарный Вот это было наклеено на экране Вот такая абсолютно No-name зарядка Не совсем Как бы презентабельная С намёком на Китай Вот Ну, соответственно Вот такая книжечка Тут Инструкция И коротко Почему-то видите На картинке Blue Gray Вот То есть Сильвера я вообще Почти не встречал в Ютубе Вот Потом Бесплатная программка Банк И так далее Так Micro USB И Сразу же бы Хотел обратить внимание На Значит Наушники Они очень презентабельно выглядят Действительно Лапша Значит Что я заметил Что Действительно Очень хорошие Правда Сразу же скажу Вот Значит Лично у меня В ушах Они как бы Вываливаются То есть Не очень как бы Может у меня уши Конечно большие Но Также вот здесь Вот есть Вот такой микрофончик Когда вы нажимаете Возможность ответа Ну я не проверял Но я думаю Что работает Вот Также у меня Красивый вид Да Но звук Меня не совсем устроил То есть Я ожидал Как бы Большего Хотя все говорили Что им очень нравится Наушники Но видно Только Визуально А само Мне они не особо понравились Итак Поговорю про телефон Сразу же скажу Я собираюсь говорить Только О том Что я заметил Соответственно Что Что мне Показалось Особенным Чего нет В ютубовских Обзорах Этого телефона Значит Ну Как я уже сказал Это стекло Очень тонкое Из минусов Я бы сказал Оно очень легко Пачкается То есть Если вы Постоянно пользуетесь Сейчас будет это видно Будут оставаться Отпечатки И так далее Очень много Отпечатков И Они потом Как бы Очень неприятно Как слой Ложится И приходится Ну как Вытирать Вот Я не знаю Как это Показать Наверное Не будет видно Но может Это и хорошо Вот Соответственно Что бы я хотел сказать Значит Телефон работает быстро Все приложения Работают Отлично Все игры Абсолютно Устанавливаются Не тормозят Допустим Real Racing 3 Самый последний Установленный Работает На отлично То есть Никаких Подтормажек Ну Естественно Были небольшое Падение FPS Когда много машин На трассе Но так Я не заметил Также Я установил Лично Рут Программку Захотел Для того Чтобы записывать С экрана И даже Когда я записывал Допустим Для проба Игру Springfield Симпсоны С помощью SCR Pro Камер Значит Записи С экрана То Когда я играл Почти не было Заметно Зависаний Каких-то Падений FPS То есть Четырехъядерного Процессора На мой взгляд Хватает Чтобы даже Записывать С него Ролик Программка Типа Фрапса Но для Мобильного Устройства И одновременно Играть Также поразил Очень дисплей Сейчас я покажу Постараюсь Показать Как видите Углы обзора Вот я поворачиваю И углы обзора Сейчас покажу Рукой Что было видно И углы обзора Абсолютно Идеальные То есть Как видите То есть Таких углов Обзора Допустим У его брата Последний Какой-то Сони За 15 тысяч Допустим Он У него Нету таких углов Обзора Зато там Водонеприметаемый Эффект Я точно не помню Как называется SL Или как-то так Последняя Вот Сони Значит Что бы я еще Хотел сказать Что Углы обзора Просто поразили Дисплей Постоянно Удивляет своим Просто качество И четкость Тут нету Действительно Прослойки И он очень тонкий Значит Все работает Очень быстро Камера Работает Также Очень быстро Вот я Сюда Сейчас Запущу То есть Вот она Может приближать Удалять Я сделал Уже очень много Фотографий Ну Сейчас не видно Но в самом начале Камера Чуть Побыстрее Фотографировала Сейчас может быть Из-за количества Фотографий Не так Быстро Фотографирует Также Ну вот Из требовательных Игр Dead Trigger Значит Ну я Устанавливал Сейчас Покажу Что идет Очень быстро То есть Требовательная игра И идет Очень быстро Конечно Из минусов Что отмечаю Это то Что нету Кнопочки Для Фотоаппарата То есть Нажать Сразу И Чтобы Камера Запустилась И сняла Вот это Вот нет Это очень Достаточно Обидно На мой взгляд Так Сейчас Заодно Видно Видно Будет Как Загружается Насколько Быстро Загружается Игра Потому что Сейчас уже 1 гигабайт Оперативки Не очень много Вот Конечно Может быть Не так быстро И Я думаю Что может быть Камера Не заснимет Но Вот Такое бывает Что допустим Снимает Экран Да И не получается Совсем Не так идеально Да Но Соответственно Экран Просто Очень Качественный Ой Вот Как видите Игра Не тормозит То есть У меня вообще Ни разу не тормозило Сколько бы Там не было Таких зомби И так далее Ничего не тормозит И Ну вот Собственно Я вот Сверну Как видите Очень быстро Сворачивается Андроид Позволяет Как бы Вот так вот Приложение Все просматривают О У меня еще Как видите Real Racing Открыт Третий Вот То есть Он тоже Достаточно Неплохо Работает Ну То есть Как бы Достаточно Быстро И шустро Естественно Все обзоры Есть в ютубе Уже Я так Это просто Делал Чтобы несколько секунд Показать Отлично Может быть Даже проверить Как это будет На камеру Или Уже давно Запущено Но это тоже Видите Как особый Тест То есть Можно Сказать Что Все же Два Два Приложения Высоких Или может быть Из этого Даже три Видите Еще Спринфил Открыт Вот Соответственно Поэтому Ютуб Шазам Тоже Приложение Так Вот Надеюсь Стало Побыстрее Соответственно Что бы я еще Хотел сказать Пока загружается Маленький Вот такой Дисплейчик Он действительно Не очень Не очень Громкий Потом Но Зато Когда держите Такое ощущение Как будто Корпус Вибрирует И весь Корпус Как колонка Такое ощущение То есть Такой То есть Руки Как будто Там Прямо Колонки Везде Чувствуете Руками Если Коротко Сказать Звук И вот В этой части Где нет колонки И в правой И в левой То же самое Происходит И с С Вибро То есть Ну Сейчас Вот провисание ФПС Только Из-за того Что много Машин Но Играть Так же Можно Ничего Страшного Не происходит То есть Руль Отдай Как бы Отзывчик Отзывается Сразу же Все Ну Вот Собственно И все Так С играми Надеюсь Ну То есть Что еще Хотел сказать То есть Из-за того Что телефон Тонкий Вибро Очень Сильно Чувствуется Это Как Хотелось бы Лично мне Чтобы было Вибро Побольше Как бы Помягче Было бы Вот так Вот То есть Очень много Предустановленных Программ Еще Что я хотел сказать Так что Сразу же Микро SD Надо покупать Потому что Приложений Почти Никаких Не установите Без Микро SD К примеру Как я уже сказал Выделяется Один гигабайт И Та же Real Racing 3 Требует Полтора Гигабайта То есть Уже Надо Ставить Микро SD Вот Соответственно Ну Вот В общем-то И все Что я хотел Сказать То есть Рассказать Про Минусы Качественно Очень Собран Телефон То есть Он Как говорится Не скрипит Не люфтит И Что Что бы я еще Хотел сказать Мне конечно Если честно Нравится Blue Gray Вот наверное Как и всем Blue Gray Стоит Подороже Чем Fly Телефон Соответственно Вот так Тиснение Почему-то Не видно Сейчас Попробую Приблизить Вот Ну я Вышел Из этой Ситуации Следующим Образом Я купил Чехол Значит Сейчас Попробую Надеть Вот Чехол Вот так Вот Вот такой Чехол Как говорится No name Но Выглядит Нормально Функционирует Соответственно И Вот этот Вот цвет Серебряный Который Ну не совсем Я так понял И всем тоже нравится Теперь Вот так Выглядит Телефон То есть Серебряного цвета Почти незаметно А То есть Все он Выглядит Почти Черным А вот Этот вот Серебряный цвет Уже не выглядит Дешевым По краям Как ни странно А выглядит Под алюминий Вот Здесь вот То есть Если покупать То Естественно С чехлом И Какую-нибудь Обязательно Тряпочку Чтобы постоянно Притирать Вот Ну вот В общем-то И все Я рассказал Как бы Небольшой обзор То есть Свои ощущения От телефона То есть Действительно За такую цену То есть Цена Сейчас В Яндекс В России В Яндекс Маркете От 7500 Или от 7600 Я уже не помню И так далее Блю Грей В реальности За такую цену Действительно Сильвер Продается Блю Грей Продается Как я заметил Ну дороже То есть Я видел где-то От 10-11 тысяч Ну Соответственно Ничем По производительности Они не отличаются А если Говорить Допустим О внешнем виде То купив Чехол Можно вот так Даже Что-то Возможно Даже что-то Лучше выглядит Как видите Под серебряное Тиснение Под металлическое Окантовка Вот это все Выглядит И соответственно На мой взгляд Телефон Выглядит даже Как бы солидней С чехлом Презентабельней Вот Ну вот В общем-то И все Что я хотел сказать Также Без 4 гигабайта С одним Выделим Это По современам Очень мало И Следовательно Или соответственно Надо покупать Сразу же Карточку И вот Как видите В случае с Сильвером Я прикупил Еще и чехольчик И вот теперь Меня все устраивает В этом телефоне Вот Единственное Что Как я уже говорил Отмечу Из минусов Слабый звук То что я заметил Это Даже в наушниках Тоже Если вы подсоединяете Потом это Вот отпечатки Вот сейчас Они уже видно Если Это я еще протер Перед обзором Сейчас Если я наляпаю Тут опять Появится Такой слой Который Жир Так сказать Который Ляжет на дисплей Который Ну как бы Не очень Красив Не очень удобен Соответственно Это из минусов Вот Ну а остальное Толщина Ну так же Аккумулятор 1800 Ну Я конечно не знаю По сравнению с моим Алькателем Он подольше Может держать Допустим Алькателем Вот старый OneTouch 990 Ну допустим В этом Алькателе Звук Получше И еще Если сравнивать Как бы Эволюцию Да Как шагают Телефоны Что Насколько Становится Лучше Дисплей И так далее Вот можно сравнить Я не знаю Сейчас он заряжен Нет Насколько Видно Насколько Тоньше Стал Хотя К Алькателем Не было никаких Претензий По поводу Толщины Но насколько Тоньше Стали Дисплеи Насколько Больше Точнее Насколько Тоньше Стали Телефоны Насколько Больше Стали Дисплеи Как видите Вот То есть Если даже Положить Вот так То есть Здесь еще Большая часть Вот так Выделена То есть Если посмотреть Сами дисплеи Видно Насколько Как бы Эволюция Шагнула Насколько Стали Лучше Ну сейчас Видно Сел у меня Аккумулятор То есть До этого Я не видел Зернистость В Алькателе А теперь Видно Прямо Что Огромная Зернистость Что Прямо Гигантские Пиксели Так сказать Это я заметил Медленная Медленная Работа То есть Видно К хорошему Быстро Привыкаешь Вот Хотя Звук Здесь В Алькателе Вот Гигантский Динамик Да И соответственно Google То есть Телефон И соответственно Звук Как бы Получше Здесь Зато Отличная Камера Отличный Дисплей Значит Производительность Великолепная Вот Ну и соответственно И внешний вид Очень Солидный И в общем-то То есть Все самые главные Параметры Я бы сказал Что Fly На своем сайте Назвал этот Телефон Топом Все это Очень Как бы Действительно За свои деньги Это Я считаю Лучшее Предложение Потому что Он Выглядит Намного Дороже Чем Так Стоит Если Коротко Вот Собственно И все Благодарю За внимание Я надеюсь Вам было Полезно Всего Доброго И так Пример Видео Снятый На Fly Phoenix 4410 Quad Параметры Параметры Продолжение следует...